У нас не будет третьего Майдана. Как я уже говорил, как сказал Ющенко, будет сразу четвертый. Но будет, вы знаете, какая-то, я боюсь этого термина, гражданская война между всеми этими силовиками, судьями, ворами, чиновниками и людьми, которые хотят работать. Прежде всего, пройдет перелом, что к людям бизнеса будут уже наконец относиться с уважением. Или этой страны не будет. Но то, что врать становится все труднее, это чистая правда. Вранье надоело всем вот так, не меньше, чем тарифы. А вот эта болезнь, это метастазы коррупции, которая доходит до чего? Если наверху подняли, рассказав, что у нас обоснованные тарифы, хотя это чистое вранье, это понимают все, то внизу просто тупо, гангстерски, как наперсточники на базаре, увеличивают цифры в платежках, подставляя правительство и того же премьера. Люди в Киеве получили платежки и немного поехали мозгами. И поверьте, поехал средний класс. И если вы думаете, что вы ограбите всех безнаказанно, господа, и потом дернете по украинской традиции, вот глядя вам в глаза, дело не в червонцах. Дело-то в том, что таких, как я, становится намного больше. И которые могли бы быть с вами заодно, и приспособиться, и быть в теме, и в доле. Вы неинтересны. С такими, как Трамп, как Европа, у вас нет будущего. Вы клоуны. Потому что только клоун может верить в свою исключительность, не построив дополнительного завода, но живя в Конча-Заспе. Ну, может, он стоит где-то на линии огня, вернее, на пункте пропуска в АТО, и курирует контрабанду. Все закончим на глубине 2 метра, господа. Тошнит. Мы будем говорить о людях слово и дело. Кстати, скоро выйдет все-таки часть хотя бы моей программы. Я ее хотел назвать, дать новое название «Собачье сердце». Ничего подобного. Я буду рассказывать и приглашать вместе с собой Бориса Тадурова, Константина Ефименко, который экспортирует в 70 стран мира свою продукцию. Тоже бывший министр Трампа. Я буду приглашать Павла Штудмана, сельхозмашины которого приняты везде. И первым вопросом мы поговорим о стране, где дела кричат намного громче слов, что бы ты ни говорил. И нам сейчас, как вы тарта, знаете, при советской власти показывают страшные сюжеты о протесте Трампа. Хотите мое предсказание? Многие президенты говорили, что я говорю правильно и предсказываю. Трамп будет великим, потому что у него дистанция от слов до дела покупает людей. И хочется порой зажать пояс, поверить и пойти за таким лидером. Только за последние дни практически все ключевое, что он говорил, в предвыборной, исполнилось. Нужны комментарии? Не поленитесь. В Ютубе 12 минут с переводом. А теперь я вам сформулирую, только слушайте внимательно, что президент слова и дела делает для своей страны. И это не страна с бюджетом. Я не знаю, сколько украинских бюджетов поместится в триллионных бюджетах Америки. Мы смешные, но мы можем быть гордыми. И тогда, может, если ты с честью и с гордостью, то такая страна, как Америка, действительно поможет. Но я очень верю, что она скоро пришлет предложение, от которого нельзя отказаться нашему руководству. И самое главное, чтобы она их не приняла нигде. Что предлагает Трамп? Первое. Он хочет уменьшить налоги. Второе. Трамп хочет увеличить рабочие места. Третье. Трамп хочет увеличить количество заводов. Четвертое. Трамп реально хочет защитить отечественного производителя. Пятое. Трамп хочет честных отношений с Японией, Германией, Китаем. Шестое. Трамп хочет снизить количество разрешительных документов и становится на сторону бизнесменов не болтовнёй, а делом. И седьмое. Трамп хочет войти в историю. Если вы скажете, да, он может себе позволить, он мультимиллиардер, наш президент тоже миллиардер. А количество миллиардов, поверьте мне, где-то с N миллионов тебе уже всё равно. Ты больше не пользуешься этими деньгами, а на них работаешь. Так живёт во всём мире. Потому что деньги – это ответственность. Иисус Христос когда-то сказал, ну, как бы, не имею права говорить, она была лёгкого поведения, Марии Магдалене, да последние станут первыми, чтобы служить последним. Меня когда-то поразили эти слова. У нас всё наоборот. Там, так как записано в религиозных документах. Не потому, что у него миллиарды, не судите его. Он три раза был на грани банкротства. Но он шикарный менеджер. У него директ, как в моей программе «Этуби Директ», прямая линия от слов, без вот этих украинских выкрутасов, где стырить по дороге. И типа, я за демократию, но кум Хайбудов на податкове. Он идёт напрямую к цели. Этот капитал, да, он из приличной семьи, но его приумножил. То, что он делает со стеной, то, что он уже снизил и малому бизнесу, то, что он сказал «Америка превыше всего» и начал делать. А мы только говорим об Украине и её грабим. Я разговариваю со многими, и крупнее меня, вот телефон упал, так меня колбасит, что многими бизнесменами, крупными и маленькими, знаете, что говорят олигархи, не назову вам им, говорят «Зэнь, мы давно понимаем, что со страной». Мы готовы сесть за один стол и подписаться под единые правила игры. Не уверены они в одном олигархе. Его фамилия, я не буду вам называть фамилией, вот вам конкурс, догадайтесь сами. Они считают, что он номер один. А я считаю, между блатными должно быть всё по-честному. И если ты олигарх, то между вами должны быть одинаковые правила. Как одинаковые правила между гоночными машинами. Как одинаковые правила между гражданами великой страны, номер один в мире Америки. Этой страны, которая кровью, тяжёлой кровью завоевала и поняла право, что выше человека его прав. И соблюдение законов и конституции одно для всех. Вот такие дела. Послушайте меня очень внимательно, потому что я буду говорить истинную правду, понимая, о чём говорю. И как начальник безопасности, и как бизнесмен. А ещё я скажу то, что мне написал только что один мой советник. Он написал, скажи людям, что у американских миллиардеров, руководителей Теслы, Форда, Белла, крупнейших миллиардных корпораций костюмы хуже, чем у какого-то нашего районного прокурора. Это правда. Вот Львовская паночка, что задавала пытание, вот чего начинать надо. Ну не может он ходить, этот наш прокурор, при всём уважении к профессии, в таком костюме. Он что, форт построил, конвейер выдумал. Теперь об этом вопросе. То, что делают мои любимцы, в кавычках, поросюк там и так далее, неправильно и преступно по форме. Хотя содержание, вот я говорю правду, я их буду морально поддерживать. Смотрите, что происходит. Они нарушают законы. Индульгенция и единственное право на применение силы находится у государства. Это аксиома. Иначе начинается махновщина, которой мы уверенно идём. И которую раскачивают определённые политические силы. Понимая, что рейтинга у них нет, а от кормушки, от потоков уже, ну, жаба давят. Понимаете? А вот там вообще клубнику. Твои дети, если ты сохранишь эти деньги, их не потратят. Но я очень надеюсь, что мир настолько изучил и так презирает Украину, что он не даст легализовать этих денег. Ну, пусть пакуются. Что происходит там? Тот же Тука вчера в интервью говорит, что один маленький переход, который он не смог даже сделать полноценным, миллион гривен в день. А там ни железной дороги, ничего и ни почему. Теперь слушайте главное. В украинском законодательстве за запрещенный проезд вот этой границы, оказывается, это не граница. Это линия размежевания. Административный штраф за контрабанду в Польше, уголовная ответственность. А вот здесь административный штраф. Если звезды светят, это кому-то нужно? А вы посмотрите, как все возбудились, когда эти ребята, депутаты и военные, я думаю, депутаты, наверное, пользуются просто настроением ветеранов. Люди прозревают, они искренне воюют за свою страну. Они во что-то верят, но они понимают, что они мясо. Потому что контрабанда приняла уникальные размеры. Один из руководителей еврейской сотни на Майдане, Натан, он сейчас подполковник, показал мне документ. Он установил 365 круговых камер по всей линии размежевания. Вы думаете, кто? Сепаратисты разбивают камеры? Нет. Вот те, кто контролирует пункты перехода, это чистое право.